Всем привет, с вами Олег Саламах и Никита Петров. Продолжаем записывать цикл видео о моих турнирах, в данном случае о моем турнире в Луганах. Напомню, что вот в этот момент я шел с результатом 3 очка из 3 возможных, но на самом деле был далеко не один такой. В данной парте играл с человеком по имени Фабрицо Патутсо. Типичное итальянское имя и фамилия, но представляет он Швейцарию. Правда, итальянскую часть – Антон Тичино. Ну и вот, насколько я помню, 4 человека в данный момент было с 3 очками, и, как я уже говорил, в турнире было всего лишь 5 туров, то есть, чтобы попасть в хорошие призы, надо набрать или 5, ну оптимально, или хотя бы 4,5. То есть вот такой маленький спойлер, в итоге 4 очка в этом турнире набрали 3 человека, и 4,5 – 2. То есть можно было набрать 4 из 5 и остаться без приза. Что достаточно обидно. То есть эту партию надо было обязательно выигрывать, даже черным цветом. У соперника рейтинг был 2323, то есть несколько ниже моего, но не очень значительно. Партия получилась достаточно упорная, на самом деле. Да, Никита, это мастер Фиде, да, получается? Да, мастер Фиде. У него даже было 2400 в один момент. Причем в этом году, у него в этом году, он начал, в январе у него было 2300, потом в июне стало 2396, а потом он стремительно спустил обратно 2300. Я не знаю, что происходит. Случается такое. Олег? Да, я здесь, все нормально. Вот. Можно уже. Сейчас, Хадам играл, а черными – D4. Да, я вижу, что ты ответил коньевшись. А ты что, Никита, хотел играть? Грюнфельд или Стрэндико? Ни то, ни другое. Я хотел играть Волжст. А, Волжст. Ты же Волжст тогда играешь. Ну, в последнее время я немножко переключился на другие дебюты, но Волжст я по-прежнему часто играю. И вот против данного Стрэндико он неплохо подошел бы. То есть на С4 я собирался играть Волжский. Ну, для тех, кто не знает, он возникает после этих ходов. Черный жертвует пешку за долговременную позиционную конверсацию. Ну, а в партии была сыграна коньевшись. И это, кстати, достаточно неприятно, наверное, для всех любителей Волжского. Потому что белые не допускают Волжского, не допускают всяких еще других возможностей. И, по сути, ничего не теряют взамен. Серьезного. То есть вот одна из немногих вещей только, которые белые теряют, это они больше не могут выставить систему Земиша против различных дебютов. Ну, потому что пешку-н-пешку на Ф3 уже не поставишь. Ну да, можно только сказать, что система Земиша это Ф3 и Е4, когда белые выстраивают. Ну да, например, система Земиша против Стрэндико возникает вот после этих ходов. Там Д6 или 2-0 или Ф3. Ну и у белых тут различные планы. Единственный недостаток этого варианта за белых там, что у коня же один отнята самая естественная клетка до развития. Ну, вариант неплохой у белых. Серьезный шанс на перерез. Ну и некоторые эксперименты были с ходом Ф3 прямо здесь, чтобы не допустить Грунцельда. Ну, в общем, нюансы, которые к этой партии вообще никакого отношения не имеют. Да, это уже дебютные хитрости, скажем так. Да, и что немаловажно, дебютные хитрости, которые к данной партии отношения не имеют. Если я буду лирически отступать на первом ходу, то я думаю, меня и так поймут. Не, ну на этот раз мы попробуем побыстрее. Да, ну я должен сказать, что следующие две партии ролики получатся очень короткие. То есть я готов поспорить, что оба ролика будут значительно короче 30 минут. Эта партия все-таки достаточно интересна. Была сыграна коня в 3 в дальнейшем. Ну, как я уже сказал, теперь волжские не получить. То есть некоторые люди пытаются здесь выставлять B5 все равно. Но это связано с некоторым риском. Во-первых, белые все еще могут пойти в C4 и перейти к волжским мотивам. БЦ там невыгодно и закончится 3. А во-вторых, у белых есть очень неприятная возможность. Мы как-то анализировали ее вместе с одним космейстером. И не находили. Райница за черных, возможность это ход слон G5. И мы тут смотрели. Ферзь B6, E6, H6, D6. В общем, что мы только не смотрели. Нигде райница не находили. Ну, в общем, мы пришли к выводу, что лучший шанс за черных это ферзь B6. Но белые сохраняют перевес после такой вот довольно редко встречающейся идеи. А4, B4, и конь D2. Ага, и конь на C4. Да, но белые жертвуют пешку вообще-то на D5. Здесь вот сложная позиция, но у белых все-таки получше. Поэтому B5 выстрелять как-то не хотелось мне. Ну, к тому же, помимо этого, у белых там еще куча других возможностей есть. Про которые я просто не помнил, что там делать. На B5 можно сразу A4 пойти. Можно пойти G3. Особенно мне G3, кстати, не нравится. Получается такая сухая позиция. Какой-то Бенони неправильный. В общем, черные, наверное, уравнивают, но позиции мне не нравятся. Поэтому я решил сыграть D5. На самом деле, в последнее время я часто экспериментирую со славянкой. Славянка, на самом деле, отличный боевой дебют. Ну, то есть, я играю в основном славянку без E6. Сейчас объясню, о чем идет речь. Единственная проблема – это вот разменка. К счастью, ее довольно редко играют. Вот я должен такой микроанонс сделать. Вот во втором турнире на Мальте единственную партию черными я проиграл в разменной славянке. Гроссмейстеру из Монголии. То есть, мало того, что там черными довольно тяжело выиграть, еще пришлани, белые могут там надавить. То есть, не очень сильно, но тем не менее чувствительно. Если же белые не играют в разменку, то... То у черных достаточно богатые возможности. Ну, хотя, конечно, есть некоторый риск тоже. Славянка боевой дебют. Ну, и еще такое маленькое отступление насчет разменки, что очень часто разменка воспринимается как способ для уступающего в классе соперника сделать ничью. На самом деле это не так. И в разменке, в разменной славянке, или в разменной французской, белыми, не так уж легко сделать ничью. Особенно, если вы уступаете в классе. То есть, вот, как ни странно, разменная славянка, это в основном способ борьбы белыми за перерез. А чуть не способ игры на ничью. Потому что, если белые будут активно играть на отбой, то все вот эти вот системы, там, с ДЕ в старой индийке, с ЕД во французской, с ЦД во славянке, они все довольно неубедительны. Потому что у превосходящих в классе соперника, он на то и превосходит в классе, что даже в равных позициях он будет переигрывать постепенно. Поэтому, вот такой вот маленький совет. Если вы играете слабее, чем ваш соперник, и вы хотите сделать ничью, попытайтесь получить перевес с дебюта. Потому что значительно проще сделать ничью в лучшей позиции, чем сделать ничью в равной позиции. Это такой вот достаточно очевидный факт, но почему-то многие о нем забывают. Если вы поменяли, понимаете, если вы поменяли пару пешек на третьем ходу, это еще не означает, что вы поменяете пару коней, пару слонов, пару ладей и ферзи. И сделаете ничью. Здесь до ничьи еще очень много разменов. И если соперник играет сильнее вас, то он найдет возможность показать и в этой позиции, что он играет сильнее вас. Вот такой вот маленький момент. Ну, после C4 и C6, у соперника никакого желания ничью делать не было. Потому что он явно играл на победу белыми. Сограл в конце 3, самый основной ход. Ну да, в ДЦ. Ну, вот и тут важный момент. Это очень-очень центровая развилка, на самом деле, за черных. В черных тут есть широкий выбор возможностей. Ну, сейчас я их быстро перечислю. То есть можно сыграть А6. Это так называемая Славянка-Чебаненко. Достаточно интересный вариант. В последнее время черные все-таки испытывают некоторые трудности в двух направлениях. То есть вот, раньше основным направлением считалось Е3. Но в последнее время черные научились справляться с сложностями. Там, посвящен он Ж4. Ну, и Б5 тоже неплохой ход. Вот сейчас на первый план... Я всегда белыми... Ну, не всегда, мне несколько партий белыми играл в классику вот на эту тему. Я всегда играл А4. И неплохо получалось. Но у черных наибольшие теоретические проблемы, вот на данный момент, в двух вариантах. Первый это С5. Ну, это классика на самом деле. Потом белые стаи, сла на Ф4. Тяжку на Е3. Пытаются зажать Фердинфан. Ну, там свои нюансы есть. Черные так легко не уравнивают. И второй ход вообще уж странный. Потому что всегда, когда что-то не опасно, это ход Ж3. И всегда черные думали, что не могут срять ДЦ. И после Сон Ж2 получается плохой каталон... Плохой каталон для белых. Потому что конь на Ц3 стоит не там, где надо. Обычно от коней с Б1 пытается на Д2 выйти, или на Т, и давить на эту пешку. Но на самом деле все далеко не так просто. Потому что... Ну, например, посмотрите свежую партию Крамниг Ги из скаттера. Дело в том, что если сейчас черные будут развивать своего белопола на И5 или на Ж4, то вот ход в ход они не успевают защитить пешку на С4. Поэтому им надо играть или Б5 здесь, или Е6. Что, по сути, приводит к одной и той же позиции. Ну и вот... Кому интересуют такие структуры, обратитесь, я уже сказал, к партии Крамниг Ги из Open Tourniers в каттере. То есть Крамник там просто образцово-показательно такую каталоноподобную позицию обыграл Гея просто в одну калитку. В таком чистом позиционном стиле. Просто как в лучшие годы, на самом деле. Очень впечатляющая партия. Ну вот это маленький теоретический экскурс в теорию. Теоретический экскурс в теорию. Снова в поздний вечер я начинаю говорить несколько ерунду. Помимо варианта Чебаненко, у черных есть еще ряд других возможностей. Самый популярный это Е6. Вот это вот Табиан, вот этот вот дебютный вариант, он в англоязычной литературе, он называется The Semi Slav. То есть полуславянка, скажем так. А вот вариант с ДЦ, он называется просто The Slav, славянка. Вариант А6 называется Чебаненко Slav, вариант Ж6 называется Schlechter Slav. А вот в ходу Е6 ничьей фамилии не дали, называют ее полуславянкой. А в русскоязычной литературе весь вот этот кластер дебютной теории, включая разменку, он называется просто славянка. Довольно такой вот любопытный факт. Ну, Ж6, кстати, любопытный ход тоже. Он не очень популярен. На мой взгляд, у черных там отличные шансы на уравнение. То есть я даже не знаю, почему редко его играют. Ну, видимо, из-за дурной репутации. Я никаких серьезных теоретических проблем там для черных не вижу, на самом деле. Ну, а тот ход, который я... Вот я делал чаще всего черными в этой позиции, это ход вблизи, в классику, это ход ДЦ. Такой вот момент. Олег, ты знаком с теорией этого вариант? С ходом ДЦ? Не, ну я слышал, там А4 играть нужно. Ну, в принципе, он так и сыграл. Ну, да, потому что... Видимо, потому что на Е4 получают Б5 там. Да, на самом деле, там все немножко сложнее, чем кажется. То есть действительно, Е4. Так играл Олегин. В том числе в матче с Эйви в 35-м году, который он проиграл. И Б5, видимо, нужно играть. С Боголюбовым эта позиция Олегина тоже встречалась. То есть вот этот вариант, он был, наверное, периферии дебютной мысли в 30-е годы. Но потом он как-то ушел в тень. Сейчас из силы Гроссмейстера постоянно так играет только... Ну, многим Гроссмейстерам, многим известным по своим статьям для сайта Russia Chess. Дмитрий Крэклин. Ну, в том числе, он меня пару раз обыграл в Блиц в этом варианте. Для классики вариант не настолько хорош, потому что он даже в этих Блиц-партиях с Крэклином я постоянно получал позиции, которые оцениваются серьезно в пользу черных, компьютерами, а не действительно в пользу черных. Но он меня обыгрывал в какой-то прямой атаке на королевском фланге, которая не очень солидная, но в Блиц против нее отбиться тяжело. То есть основная теоретическая лидия продолжается так. Б5, Е5, конь Д5. Здесь белый бывает играет слон Е2, бывает играет конь Ж5, но все-таки обычно они избирают ход А4. Начинают цеплять вот эту пешечную цепочку. Но опять же, тут у черных есть ряд возможностей. Я рекомендую далеко не самую популярную, но на мой взгляд, полную себе такую идейную возможность расход слон Е5. Обратите внимание, что белые не создали угроз. То есть на АБ теперь просто промежуточный размен и ЦБ. К-прежнему лишний пешек сохраняется. Ну то есть если сейчас черный успеет поставить Е6 и доразвиться, то у белых вообще никакой компенсации за пешку не будет. Да, там А5, Б4, и потом уже как-то пешки покатятся. Да даже если они просто не покатятся, где у белых эта компенсация за эту пешку? Черт еще коням за 5 приведут, и будет совсем плохо. Здесь как-то пытались играть слон А3, но тоже с переменным успехом. То есть вообще можно просто сыграть Е6, слон Ф8, король Ф8. Прошу прощения. И я сомневаюсь, что у белых здесь полная компенсация. Ну и к тому же, помимо слона Ф5, есть еще основная линия, можно сыграть Е6. С той же идеей. То есть здесь черный быстрее заканчивает развитие королевского флага, но ценой того, что слон С8 временно остается замороженным. А, есть еще один любопытный вариант, который необязателен. Наверное, черный уравняет, но далеко не так просто, как вот в основных вариантах. Но в Блиц он приносит отличные результаты. Не в последнюю очередь из-за своей парадоксальности. Вариант такой. Слон Ж4 или Слон... Ну, Слон Ж4 лучше бы для этого варианта, чем слон Ф5. А Б кунь Б6. Выглядит довольно странно, но теперь после, например, БЦ, Слон С6, Слон Е3, Е6. У черных очень слабая пешка на С4. Но, как ни странно, у белых тоже достаточно слабая пешка на Д4. У черных очень активные фигуры. Ну и вот... В Блиц я набирал чуть ли не под 100% черными. То есть эту позицию, наверное, довольно тяжело белыми играть. По каким-то причинам, которые для меня остаются загадкой, если честно. Но вот... Ты достаточно быстро переигрывал. Не знаю, с чем это связано. Ну, на Д4 изолятор. Ой, такая пешка слабенькая. Не то, что изолятор. Я имею в виду, что и Слон и Конь Ф3 связан. На Д4 давит. Да, но на С4 совсем слабенькая. Ну, вот как-то, не знаю, почему-то у меня хорошие результаты получались в этой позиции. Трудно сказать. Не, ну как слабенькая. Она защищена как раз Конь С6. Ну, а на Д4 защищена Ферзем с Д1, Конь С3 и Слон Е3. Не, ну вот, то есть... Белый и черный не сойдет на Д4 в ближайшем будущем. Слон Е2 и что? И все, да. Пока ничего. Ну, вот как-то вот эта позиция, она... Достаточно комфортная для черных оказываться. Я не знаю, почему. Выглядит не очень хорошо, но на деле все совсем по-другому. То есть, рекомендую вот этот вариант. Обычно играющий белыми с ним не знакомы. Ну, есть, конечно, еще другие возможности. Там Е3, Ж3, но мы их уже подробно освещать не будем. С большим запасом главный ход А4, как и было сыграно в партии. Да, и потом, видимо, идея Конь Е5 и на С4 там идет. Да, ну тут два основных варианта. То есть, практически всегда черные, если они же побили на ДС, они играют слон Ф5. То есть, есть еще варианты Конь А6 и слон Ж4. Своя теория, но черные там не уравнивают, на мой взгляд. А слон Ж4, там же Конь Е5, наверное, сразу идет, нет? Да, ну вот там такой странный момент, что черные пытаются спровоцировать белых на размянутого слона. Теперь, если Е3, спешка отыгрывается, но вот как ни странно, и у белых вроде В2 слонается совсем хорошо. Ну, было довольно много любителей играть в эту позицию за черных почему-то, я не знаю. На мой взгляд, у белых лучше после 2-0. Но пытались играть и так. Ну, в любом случае, ход Слон Ж4 выглядит ненатурально, если честно. Подставлять на подтемп как-то добровольно не хочется. Хотя, как я уже говорил, так играют. И Конь А6 играет. А вот ход Е6 абсолютно бессмысленный здесь. Здесь, да, просто самозатупление происходит. Да, то есть белый играет Е4. Это, наверное, близко к безнадежному уже. Да, на С4 падает сильный центр, за что страдать непонятно. Да, и слон на С8 уродится. То есть, основное преимущество вот этой схемы, как раз по сравнению с полуславянкой, я ее часто, я ее даже по-русски так называю, в том, что слон выходит на отличное поле. Ну, и в белых здесь две основные возможности. Это Конь Е5. Конь Е5 была исполнена в парте. На самом деле, Конь Е5 только чуть-чуть популярнее, чем Е3. Е3, да, в основном. Е3 тоже играет часто. Ну, и после Е3, на мой взгляд, у черных... На мой взгляд, Конь Е5 хоть сильнее. Потому что здесь черные, по-моему, получают все, что не хотят. С ЛБ-4, 2-0, Конь Д7. Какой-то там ход любой. Ну, Ферзь Е2 играет чаще всего с ЛБ-6. Я не очень понимаю, за счет чего здесь у белых перевес. То есть, у них на одну пешку пока как бы... Пешка Д4 центре, чем пешка С6. Ну, черные ее подорвут. Ходом С5 или ходом Е5 в какой-то момент. Словно, на С1 плохой. Взамен у белых там полтора, может быть, лишних темпа. То есть, они уже как бы закончили развитие. Ну, в общем... На мой взгляд, у черных здесь комфортное равенство. Поэтому в последнее время акцент сместился в сторону хода Е5. Все-таки. То есть, с отходом Е3 была сыграна партия... Агонян-Накамура. В этом... В турнире... В Синфилдкапе. В турнире в Сат-Луисе, который Каруана вынес. Ну, и вот там как-то очень легко Накамура удержал... Удержал ничью в этой партии. Хотя он находился в плохой форме в течение всего турнира. То есть, на мой взгляд, это не опасно. К тому же, обычно белые, они... Уже где-то в этот момент, они забывают теорию. Начинают какую-то ерунду творить. Водислон Д2... Два ноля. И какой-то там еще ход. Ну, и уже... Лучше будет. Ну, да. Если белые совсем будут стоять, то черные постепенно Е5 проведут. И вот эти вот... Пешка на А4, пешка на Б2... Они создают кучу слабостей на ферзеров фланги потенциально. А вот еще один момент. Надо... Надо... Вычинить, что вот... Некоторые люди пытаются играть в ферзь Б3 в этой позиции. Вот тут желательно знать, что делать. То есть... Я не помню. Вот в ролике про мой быстрый турнир. Там, где была сыграно вот это вот... Куняш 4, СНЖ 4, Ф3. Потом он слабо на Е6 отдал. Я говорил вот об этой позиции, Олег. Ты не помнишь? По-моему, нет все-таки. По-моему, нет. Потому что... Здесь как? Это же Б6 или ферзь А5? Что здесь? Тут ни то, ни другое. А, видимо, ты меня как раз спрашивал. Я это говорил, и ты тоже сам отвечал. Да. Мне кажется, что-то не совсем про эту позицию. Здесь все... Это единственный момент. Единственный момент вот в этом варианте, который в черном желает знать теорию. Потому что надо знать ход А5. Ну, если Белый сейчас опять продолжает развитие, то снова ничего не происходит, и это можно не комментировать. Ключевой ход здесь КНЯ 2. То есть слон на Б4 не удерживается, надо его убирать. И отдавать пешку на Б7. И вот тут вот есть два момента. Ход слона Е7 это ничья. Как ни странно. Вот уже на такой ранней стальной парте, но это уже ничья. То есть после слона Е7, если Белый сейчас не берут на Б7, то по сути... По сути все вот эти ходы ФСБ3 и КНЯ 2, они были абсолютно бесполезны. Конь децентрализовался куда-то на А2. В общем, его там совсем не место. Если Белый не берут на Б7, то все это было бесполезно. Ну да. А, нет, Никит, ты показывал вариант. Здесь же ваде Б8, ваде А8 вечные преследования. Да. Потому что на С6 нельзя брать из-за ваде Б6 потери Ферза. Показывал, да? Да. Хорошо. А как черным бороться за победой, я тоже показывал? Ну ты сначала вариант покажи, потому что я вспоминаю только по ходу. Я не обладаю такой памяти, как Сичкар, например. Ну, я судя по всему вообще никакой памяти не обладаю, раз я не помню, я уже показывал, я уже показывал. Ну, слон Д6 – это способ продолжить борьбу за победу. Ну, Чорлер, конечно же, не лучше, но, скажем так, белые не могут сразу ничью фоксировать. В том плане, что ну, вот если Ферзь Б7… Так, прошу прощения. Здесь не надо самому вспомнить теорию, потому что давно я это не повторял. Сделаю. Может быть, сделаем паузу, Олег? Ну, давай, сделаем. Просим прощения за вот такую вот странную паузу. Дело в том, что я искал в своих печатных материалах, а не в компьютерных, как же здесь, собственно, Чор не уклоняется от ничьей? На самом деле, уклоняется от ничьей, а не следующим образом. Мне играет Ладя Б8, по-прежнему Братница 6 нельзя. На Ферзь Б6 просто рахируют. То есть, ну, здесь в данной книжке написано, что у Чорных есть хорошая компенсация за потерянную пешку. Наверное, это действительно так уж, потому что белые места легко развязаться. И вот тут вот книги приводятся в В, такой забавный. И это очень, конечно, плохо, что я его не помню, потому что я, вы не поверите, но я ловил вблизь на этот вариант соперника. Причем с хорошим рейтингом на планете. Там 3,250, что-то такое. И это, и в классику, это был единственный ход, который белые делали на практике. Это был ход слон Д3. То есть, в книге указано, что после слона, лучше ход слона Е2. Ну, идея в том, что Ферзь пытается как-то вернуться на родину. И ухода слона Д3, и ухода слона Е2. Одинаковая идея, на самом деле. Ну, и после слона Е2 Чорные получают хорошую компенсацию в таком варианте. РЦ7, РЦ3, Ладья Б4. Вообще, выглядит не очевидно, но действительно, Черные хотят провести Е5. Ферзь на А6 далеко от королевского фланга, и, в общем, это не так легко играть. Я согласен. Ну, вообще, сейчас Никит, после Вадья Б4, смотри, вот идея-то я понял, смотри в чем. Вот верни назад. Где тут Вадья Б4? Вадья Б4 грозит Конь Б8 с поимкой Ферзя. Ну, хорошо, но Ферзь же уйдет. А куда? На Е2. Не, не, вот так уйдет, но я имею в виду, что сейчас грозит, пока слон на Е2 стоит, Ферзю вообще нехуде ходить. Олег Прав, стоит отметить, я почему-то не захотел об этом говорить, не знаю, но надо отметить, это не настолько очевидно, на самом деле, что если сейчас белый делает какой-то ход, то черный ход на Конь Б8 ловит Ферзя, это правда. Ферзя нет ни одного поля отхода. Ну, слон Д1 ход напрашивающийся, на самом деле. Он уродливый, но иначе Ферзя не спасти. Ну, и теперь Ферзь не ловится, он на Е2 отбернется в своих вариантах. Ну, и черный, наверное, просто играет Е5 и компенсация хорошая. Хорошая. Тут соглашусь. Ну, вот, а на практике все люди почему-то играли слон Д3, и черные здесь побеждают. Тактикой. ее найти даже. Она... Не очень. Видимо, Ферзя надо как-то сначала вводя А8. Ну, Ферзь на С4 выпежит. А, и потом на С3 еще куда-то. На С2, так сказать, все. Ну, да, на С2. Так, подожди, тогда не вводя А8 зачем такой ход вам длиться. Тактика, тактика. А! Ага! Вижу! Конь С5. Да, в конце С5. Это было у меня в партии. Чувствуется. Тем более плохо, что я не помню, если это было в партии. Это красиво. Это еще не все. Ну, ДС, слон Д3. Ферзь Д3, слон А2. Ну, Ферзь Д3 никто играть не будет, потому что черные сбирают Ферзя. Ну, да. Ну, а здесь тогда качество теряется. Да, но не все так просто. Вот, то, что дальше происходит, первую линию компьютера, и то, что написано у меня в книжке. Это не так легко найти, я должен признать. Потому что черные могут получить неплохую позицию, просто взяв ладью. Но это не выиграно. Это еще надо играть. Играть. То есть у черных лучше, но это игровая позиция. Обратите внимание, что на Д1 не мат, потому что конь закроется. Ну, то есть Слон С5 не проходит. Ну, к тому же белые могут пробить на Д6 Ферзем и подменять Ферзя. И опять же, у черных лучше, но это еще много борьбы. Хорошо. А какой-то, значит, ход лучше есть, чем Слон Х1? Да, ну, я не буду тебя мучить заставлять это искать. На мой взгляд, это тяжело найти. Очень тяжело найти. Слон С7, ладья Т1, Ферзь С8. Ничего себе. И как-то Ферзя все равно пытаться ловить, что ли? Ну, сейчас на Н2 грозит. Ну, да, это я вижу. И главное Ферзю некуда отступить. Да. Такое ощущение, что Ферзь попался. Ну, хорошо, надо Король Х1 играть. Не, ну, Король Х1, но тогда Ферзь попадется по-другому. Тогда, а, тогда Слон Е4. Да. Так получается, это все, значит? Это конец. То есть черные, белые просто не могут Ферзя выковырить. После этого. Слушай, а красивая, классная ловушка. Очень, очень красивая. И тем более, плохо, что я ее не вспомнил. Вот это вот красиво, реально. Некуда Ферзя 9. У меня была вот эта позиция в парке. Ты можешь представить? То есть, против меня здесь победили на Д3, и я потом довольно, я потом довольно плохо играл, но выиграл в итоге. Все-таки. Потому что, здесь какая-то компенсации есть? Абсолютно никакой. Ну просто мне начали рубить флаг в Твердый душе. Ну, выиграл, но с проблемами. А компенсации никакой нет абсолютно. Просто лишний ферзь. За две фигуры. Там еще плюс конь Ж4 грозит. И у черных более активные фигуры. Да, в общем-то. Ну да. Ну, в общем, это хорошо, что мы такой вариант показали и вспомнили. Думаю, зрителям будет очень интересно. Да. Вот. Поэтому вот это надо знать. То есть, вы либо делаете ничью, либо играете позицию с компенсацией и с некоторыми шансами поймать соперника в очень красивую ловушку. Ну вот. А в партии была сыграна конь Е5. Основной ход. Самый теоретический, да. И здесь конь Д7. Тут я могу смело отложить книжку, потому что... Кстати, книжка это книжка вот этого самого издательства Quality Chess, которое я сегодня рекламировал в конференции. К ним написал гроссмейстер Борис Аврух. И он рекомендует вот в этой позиции черными играть конь Д7. У черных глаз там выхода Е6, который связан с жертвой фигуры. Ну вот это очень известный фраз. То есть слой, прошу прощения, в свое время он был очень модный. Ну то есть дикое количество теории, я даже какую-то часть ее помню. Ну вот тут как-то Ферз Д5 играют. И были разные... Лишают рокировки и получают три пешки за фигуру, да, по-моему? Да, но у белых лучше все равно. Потому что... Кстати, важный момент. Может быть, многим понятно. Получше, видимо, немножко то, что на С4 дровишки, да? Нет, ну, извини, у черных пока четыре пешки за фигуру. Даже... А, даже... Не, ну на С4 ты упадешь, конечно. На С4, когда на С4 упадешь, станет три, да. Ну вот тут вот важный момент, что, например, после корольца 2, хотя были эксперименты даже с ходом корольца 3 таким вызывающим, в черных атакует одна фигура. Один ферзь никогда ничего плохого в позиции белых не сделает. А фигура вот в позиции с ферзями, вообще, метель шпиле, фигура сильнее, чем три пешки. По сути же эти три пешки, они же никуда не идут, они проходные. То есть пешка Е проходная, но пока ее серьезно так называть нельзя. Куда она идет? Ну да, здесь как в черном-то играть? Конь А6, наверное? Конь А6, конь С4, конь Б4. Какая-то такая теория. И король Б1, видимо, да? Король Б3, вот это Б5, в общем, длинющая теория, и у белых вроде как лучше, да. Но есть и другие варианты, но суть в том, что большинство партий проходит по такому сценарию, что белый король прячется, а черный король в итоге попадает под атаку превосходящих сил. Потому что, обратите внимание, все ушли отсюда. Ну вот такой вот вариант. На данный момент развития теории считается, что белых здесь получше. Поэтому Е6 они играли, я играю конь Д7. Собственно, конь Д7 рекомендуется вот в этой самой книжке. Но вот после конь С4, то, что я играю рекомендации Абруха, она расходится. Абруха рекомендует играть в этой позиции Ферзь С7. Ход основной. Идея, видимо, не дать слону на Ф4 выйти. Да, идея в основном в этом. Ну то есть здесь у белых есть разные ходы, но с большим запасом самое основное Ж3. Что все-таки выйти туда. Да, что все-таки выйти и заодно пнуть Ферзя. Черные настаивают и играют Е5. То есть белые бьют, бьют, и вот наконец мечта сбывается, они выводят сюда слона. Черные играют конь Д7, слон Ж2. Эта позиция всегда считалась в пользу белых до 99-го года. Когда российский космейстер Александр Морозевич, который, вообще говоря, известен своими креативными идеями в дебюте, считался в пользу белых, пока Морозевич не сыграл Ж5. Да, Ж5 красиво. Да, и здесь были длиннющие, длиннющие тоже теоретические варианты, дебаты, у белых все-таки лучше или черный уравнивают. Я понятия не имею, лучше у белых или черный уравнивают на самом деле. Бить нельзя, да? Бить нельзя, потому что на С4 конь проигрывается. Ну, на Ж5 бить нельзя, конечно. В основном... Слон Е3, видимо. Нет, ну здесь конь Е5 играют, играют слон Е5 еще конь Е3. Есть такой вариант, например. Ну, в общем, здесь белые вроде как поддавливают, но черные вроде как отбиваются, контриру налаживают. Я не знаю. Аврух считает, что там приводит 35-ходовые варианты, считает, что вроде как черные держатся. В общем, это не мой стиль все-таки. Я думаю, все уже поняли, у меня память-то не слишком хорошая. Как-то 35-ходовые варианты запоминать мне не с руки. Самое главное, что эти 35-ходовые варианты может запомнить человек с хритингом 2000, например. Исполнить против тебя и сделать ничью, и это будет как-то обидно. Поэтому для тех, кому интересна эта позиция, не хочет страдать в 35-ходовых вариантах запоминать, есть вот такой любопытный ход F6. Больше ничего учить не надо. Да, ну, такая своеобразная игра. У черных есть шансы, у белых получше, наверное, все-таки, но играть можно. Я же предпочитаю вообще избегать всей вот этой ерундовины играть в конь F6. Это вариант, насколько я помню, вариант носит имя Ивана Соколова. И здесь как, белые, в Е3 играют? Здесь белые играют по-всякому, особенно в Блиц, но серьезный у них ход 1. Конь Е5. Обратно. То есть, очень многие люди в Блиц играют в конь B6. В конь B6 ход вообще не опасный. То есть, после АБ у черных уже существенно лучше пешечная структура. Потому что вот это вот все дыры. B3, B4, серзовый фланг очень рыхлый. То есть, против меня играли в какую-то такую позицию. Так, слон какой-нибудь вышел, да-да-да-да-да-да. Ну, на мой взгляд, она вообще уже, эту полицию, приятнее играть черными. Потому что у них как-то все посвободнее стоит. Если в какой-то момент проведем Е5, то вообще отлично будет. Ну, это достаточно не опасно для черных. То есть, Е3 тоже можно сыграть, но да, черные вплоть до того, что могут... Так, я хотел опять сейчас завернуть какую-то чушь в своем стиле. Я хотел сказать кунь Ц4, кунь Ц4, и Е5. Вроде выглядит идейно, да? То есть, если ДЕ, там Ферзь Д1. Но Белый, видимо, выигрывает после Ферзь Б3. Двойной удар на Ф7 и Б7. Да, опровергаешь все мое представление. Ну, значит, ход Е3 лучше, чем... Ну, подожди, а может быть, там как-то продолжить можно, не знаю, Ферзь Д7? Нет, Ферзь Д7 уже пешку съедят теперь. Ну, Конь Ж4 там... Да, но теперь они будут ее защищать. Ну, да, как-то, как-то, да. Что-то как-то не то. Включение Ферзь Б3, Ферзь Д7 вряд ли в пользу черных, прямо скажем. Нет, я согласен здесь. Да, ну, ничего плохого не произошло, может срать Е6 просто. Получить, примерно, ту же самую историю. Дело в том, что все вот такого рода структуры, это похоже на вариант с Е3, согласись. Вот этот вариант. Та же самая структура. Она вообще не опасна для черных, на мой взгляд. Черные должны уравнять без особых проблем. Так или иначе. В какой-то момент опять есть смысл зафиксировать, чтобы более Б4 ее прихватить. Ну, серьезно, белый ход Конь Е5 единственный, потому что белые хотят пойти Ф3 и потом Е4. Пнуть этого слона на Ф5. Слон на Ф5, хотя он расположен активно, но он вот во многих вариантах попадает под удар. В том числе вот в этой партии. А, ну и самая главная идея белых, что Конь-то ушел из-под боя, теперь белые хотят сыграть А5 сами. И порвать структуру. То есть Конь ушел следующим ходом А6. И это очень неприятно. Да, здесь уже очень неприятно. Здесь тяжело, здесь опять надо играть. Да, иногда в Блиц я балуюсь ходом Конь-БД7 смешным. То есть позиция не изменилась, но у черных исчезла пешка на Ц4. Ну и почему-то в основном люди задуруются и у нас получаются ничьи вот такие. На Ц4 Конь-БД7. Да, ну конечно же белые вообще не обязаны делать ничью и у них наверное получше после сона Ф4. Потому что исчезновение пешки Ц4 даром пройти не может, если честно. Ну и к тому же можно выбить, выбить. Ну кем черный билд, там кем угодно и теперь пойти А5. Чуть-чуть неприятно. Поэтому за черных основной самый сильный ход здесь А5. О, я угадал. Да. Так, я кстати не смотрю направо, я кстати не смотрю принципиально аннотацию справа, хоть и зрители это не видят, я-то ее вижу, но я просто специально как вадошкой для себя тоже закрыл, чтобы своя башка тоже варила, скажем так. Так я тебе могу намного легче все закрыть. Вот сейчас Олег Никита прекратил мои мучения. Да, Олег перестал перестал пачкать руками монитор. Теперь все в комфортных условиях проходит. А5 сыграно с простой идеей просто опять не допустить. А теперь видимо белые играют F3. Белые обычно играют F3, потому что в этом вся идея всего этого построения. F3 была сыграно в партии, которую мы рассматриваем тоже. Однако у белых есть еще ряд других возможностей. Например, бывало, что белые играют G3. G3 это вторая популярность и ход после F3. И вот здесь смешный момент, потому что вот здесь черный играет конь BD7. Все-таки опять туда. Да. И тут немножко другая ситуация, потому что ну конь C4 обычно люди не играют, потому что после конь B6 ничего сильнее, чем конь E5 нет. А в 3 черные могут сами отказаться от разменов без особого ущерба для своей позиции, потому что пешка уже на 5 не встает белая. Ну поэтому в основном белые бьют, и вот тут мы бьем ферзем. И это важный момент для запоминания, если вы вдруг захотите играть этот вариант. Потому что вот в варианте, который произошел в данной партии, белые, то есть черные, простите, бьют конем со 6 на D7. Это довольно смешно. Потому что эхо-вариант, спешка на F3 в идеальное в одну, а спешка на G3 в другое. Ну да, потому что на свон G2 теперь свон H3 где кажется. Да. И это неприятно для белых. Белые поля прослабляем. Да, то есть ничего плохого для белых не произошло на 0. Я как-то в Блиц. Стиль Гельман как H5. Ну я предпочитаю называть в стиле Кирилла Широкова. Я даже играл в H5 как-то в Блиц. Ну а что, выглядит так вроде идейно, неплохо. Король пока в центре нормально стоит. Ну тут какие-то конкретные проблемы были. По-моему с тем, что белые просто Е4 играют и на H4 как-то как-то не Е5 вот как раз, а Ферзь Е2 по-моему. Теперь на АЖ всегда будет РЖ и мы не заматываем никого. Только не Ферзь Е2, потому что мы наверное с Шахов отдаем. Как-то вот Ферзь Д2 что ли, да. Ферзь Д2 выглядит уродно. В общем, да, H5 можно пробовать, там не так очевидно, что в белых перемест. Но если же вы не хотите играть H5, то можете просто побить, побить и сыграть Е6 и у черных нет проблем. Потому что на Е4 и слон очень удачно на Б4 выходит. Да, потом такая ситуация, что может получиться так, что черные разменяют слона на коня и получится у них конь посильнее, чем будет, чем слон. Да, в общем, этот центр белых, он довольно висячий здесь. Обратите внимание, что у черных нет плохого слона на С8. Это одна из основных проблем черных в таких позициях. Слон на С8. Здесь он разменен, в общем, я даже могу сейчас поставить на движок, я думаю, что у черных. неплохая позиция. Ну да. Пютер оценивает только как равенство. Одна десятая пешки в пункте. Полное равенство, Но это можно уже даже не смотреть, потому что это... Ну и самое главное, на мой взгляд, вообще проще с черными играть. Ну просто надо заполнить, сейчас надо бить ферзом на С8. Да, на G3, да. А на F3, видимо, давай... А на F3 сейчас я покажу, в чем дело, да. Ну, вкратце еще отмечу другие возможности. Белые могут сыграться на G5. Помимо этих основных ходов F3 и G3. После чего черные... У черных тоже есть всегда куча возможностей. Основной ход G6, и он вполне... вполне возможен, и черные должны уравнивать. Мне нравится еще... Мне нравится конь Е4, это вообще в моем стиле. Помнишь, в каракане что-то похожее было, а в атаке по новым. Да, вот конь Е4 нормально. Хотим просто F6 сейчас вилку поставить. Да, бьют, бьют, F3, слон D5, Е4, F6. Начинается такая вот чувствительная рука, если честно. Ну и у черных здесь неплохая позиция, поверьте на слово. Настолько неплохая, что можно даже ферзел бить, по-моему. Можно кальон, можно ферзел. И вроде ничего страшного здесь нет. Да, все недовольно интересно. Ну вот так вот. Ну поэтому возвращаемся, было сыграно F3, да, видимо, я так понял. Да, есть еще вот Е3, но он довольно безумный. Потому что опять та же самая структура. Хотя Грещук так играл белыми, но перерез не получил никакого. По-моему, против Каруана. И партия быстро в ничью закончилась. Ну да, в общем, самый опасный ход F3, и большинство сильных людей играет F3 в этой позиции. И вот после F3, следующий вот черный такой достаточно неочевидный, конь FD7. Видимо, идея все-таки, чтобы вытурить этого коня отсюда. Олег, вопрос. Почему мы играем конем F на D7, а не конем B на D7? Конем F? Да. Ну что, где-то была возможность F6 сыграть, например. И плюс еще, наверное, потому что на конь BD7 E4 уже на неприятную. И на конь E5? А на конь E5 уже можно побить этого слона. Так можно только что... Не, надо подвигать, я просто сейчас это... Ну хорошо. То есть, предположим, мы сыграли конь BD7. Ход плохой. Почему он плохой? E4. E4. Конь E5. Так, вот сейчас здесь надо смотреть. А, ну так D, E же просто. Ну да, это я хотел услышать, что у черных просто две фигуры подбоя. Да, что я тут... Одна из них теряется. Это основная причина. Причина, что мы хотим сыграть F6 довольно странная, потому что мы в любом случае нападаем на коня. То есть, там ход F6 вряд ли понадобится. То есть, после конь BD7 E4 у белых большой перерез. Забомните, конь BD7 здесь играть нельзя. В том варианте можно, в этом варианте нельзя. Вот такой вот ориентир, да. Поэтому надо играть этим конем на D7. То есть, обычно здесь черные, белые бьют на D7, потом играют E4, но есть еще такой важный нюанс. E4. Здесь черные получают возможность побить на E5. Да, конь бьют E5. Белые практически всегда играют E, но так получилось, что на турнире на Мальте, который мы будем обсуждать в следующем, после этого, я играл там с немецким гроссмейстером Хенриком Теске. И он вот, когда я к нему готовился, он обнаружил, что он в этой позиции очень часто играет D, E. Вообще говоря, сначала это выглядело как полный нонсенс, но потом как-то я стал смотреть, и все это стало не так очевидно. Но в итоге я все-таки нашел там путь к уравнению, надо играть ферзь D1, здесь прямо, и король один принципиальный ход, слон E6, король C2, и вот здесь надо сразу пойти G6, и черный вроде получает плохую позицию, потому что он слон E3, конца 4. Ну, это не... Ход G6 тоже желательно знать. Де играют крайне редко, но с довольно хорошими результатами. Хотя выглядит нелогично, да? Ход E выглядит логичнее, как бы белые заполучили двух слонов, конь под боем конь должен отходить, выглядит довольно корриво, на самом деле в Блице у меня просто шикарные результаты в этом варианте. Ну да, на B3 видимо отходить, на C4 интересно, можно или нет? Можно, можно и на C4 отходить. Потому что на C4 B3 конь-то не теряется, конь на D6 идет. Конь на D6 идет, но тут нюанс заключается, кажется, я играю конь D7 чаще, потому что белые могут в какой-то момент порвать F4 B3 конь D6 D5. Все-таки черные сильно недоразвиты. Да, что-то как-то. Вот это вот проблема, то есть структура хорошая, но недоразвиты сильно. Конь-то C4 можно играть, в этом варианте у черных какой-то контр-шанс есть. Поскольку все-таки я свою партию показывал, то рекомендовать свой ивент, всего лишь после конь D7 у черных никаких проблем на самом деле нет. То есть представьте такую ситуацию. В партии уже было? Нет, в партии не было? Не-не. То есть представьте, что белые как-то развиваются, мы тоже развиваемся, мы подрываем эту пешку, надо бить-бить, белые поставили, мы поставили, и вот если приглядеть с этой позиции, то у черных полнейшая контр-игра. То есть поле D5 шикарное, от двух слалов большого толку нет, на D4 слабость, на ферзево фланге слабость, порвать позицию белые сразу не могут. То есть компьютер пишет здесь что-то вроде равенства, а на самом деле по-моему у черных просто лучше позиция. Ну да, а ферзь D6 сейчас можно еще сыграть. Ну, ферзь D6 белый найдет способ защититься от матов один ход. В общем, как ни странно, по-моему у черных солидная контр-игра здесь. Кстати, важный момент, запомните, что это в общем-то интуитивно понятно, но как раз бывает, что если вы играете в Блиц, то на рефлексах очень часто в подобных позициях черные делают рокировку. Нет никакого смысла делать рокировку. То есть король, если вдруг белый что-то там сделает по линии Е, лучше поставить короля на F8. Это ничуть не хуже, чем рокировка. Ладья работает по линии H очень хорошо. Если белые каким-то чудом заморозят линию H, всегда есть такой перевод в вариантах. Но я не вижу за белых нормального способа быстро заморозить линию H. То есть я вообще не вижу за белых никакой игры. Зачем я их вижу? За белых не вижу. Но здесь как-то вообще хуже. Я сейчас в D6 играю и да, то есть я не знаю, король еще в вариантах прослаблено белых. Не знаю. То есть белыми так играли, но с паршивыми результатами в Блиц с белыми так точно не стоит играть. Потому что так, Никита, а я вот теперь то, что аннотацию не вижу, теперь не понимаю, что было в партии, а что не было. Потому что я не вижу главных веток. Это все было в партии. Е4 сыграна не было. Была сыграна хобби в D7. Я говорил, что это основный рход. А, ну все, вот теперь можешь прятаться. Все понятно. Да, тут вот немного контринтуитивно надо в черном ответить. Ну, потому что конь на Б6 выполнил свою миссию. И теперь... В бьет D7. Да, конь бьет D7. Теперь конь будет выполнять совершенно другую функцию, а именно подготовку подрыва E5. То есть белый, конечно же, сейчас играет E4. Так было сыграно в партии. Слон G6. Ну, вот тут была сыграна ферзь B3. Ход довольно слабый. После него черные точно уже уравнивают комфортно. Может быть, даже борются за перерез. Единственный серьезный ход за белых это Слон E2. Ну, даже здесь мне кажется, что... E5 уже сразу можно, да? Да, после E5 мне кажется, что ничего серьезного у белых нет. На D5 Слон C5 и уже черный белый никуда не ракирует. Да, на D5, кстати, важный момент. Представьте, что белые здесь как-то никак не... То есть представьте, что эта позиция получилась через какой-то другой порядок ходов. Белые сыграли 2-0 и мы не можем... Мы можем побить на D4 с победой, но представьте, что этой возможности нет. Мы сыграли как-то так... Там... Так, так... И даже если здесь белые пошли D5, обычно это означает, что ничего страшного не произошло. Главное не реагировать на эту пешку. Пойти Ферзь D7, например. То есть какие у белых позиционные угрозы? По сути, их нет. Если белые здесь поменяются в надежде использовать слабость пешки C, то у белых будут слишком плохие черные поля. То есть черные пойдут с лонце 5 и конь в итоге закончит свой маршрут на поле D4. У меня очень много партий в Бритс, которые проходили под подобным сценарием. То есть пешка B2 и черные поля на самом деле намного слабее, чем пешка C6 в таких позициях. Пешка C6 на деле вволняет важную функцию. Она не пускает белые фигуры на поле D5. Ключевое. А поле D4 так легко не защитишь. То есть стратегически у черных лучше здесь просто. Ну, тем более это вообще не актуально, потому что после 2-0 белые могут срать ED. Поэтому здесь белые полили разные ходы, но слон E3 в частности играли. Как раз можно получить то же самое с присток ходов. Может быть у белых есть какие-то шансы бороться за перерез, пока слон на G6 вне игры. С другой стороны, если черные как-то сыграют хорош 8, F6, потом и слон F7, то все фигуры заработают, а у белых потенциально слабость на ферзевом фланге. То есть пешка на A4 совершенно не там, где надо стоять. То есть будь пешка у белых на A2 у них был бы заметный перерез. При пешке на A4 у них вообще никого перереза нет. То есть очень важный фактор в позиции. Слабость полей ферзевого фланга. Ну а в партии был сыгран ход FB3. То есть на самом деле на дни мой соперник уже довольно долго продумал, видимо он не знал теорию. ФB3 ход не очень сильный. Олег, тебе предоставляется возможность показать почему. Почему FB3 не сильный ход? Да. Так. Сейчас видим опять либо стратегия либо тактика. Либо одно помогает другому скажем так. Так, ну напали на B7 понятно. Это я вижу. Так, а что делать? Просто защитить что ли? Я бы FB6 сыграл. Ферз FB6 FB6 может привести к крайне непонятной позиции на самом деле. Потому что размен размен и ты E5 не проведешь уже. А слон E6 остается плохим. Не знаю. Вот слон E3 как играешь. Просто если сейчас E6 то D5 уже все и беда. Ну понятно, да. Хорошо, не то сказал, возвращай. Так, FB6 для славянки это типичная реакция на FB3. Конкретно в данной позиции это слабо, потому что пешка ушла на A5. Мы AB, к сожалению, не можем сыграть на R2. Очень важно иметь в этих позициях E5. И что на DE? На DE? Да. Ну то есть на FB7 понятно, что ED и там все нормально. Ну да. А на ED видимо так, подожди, что на ED? E5 HB7 и так. О. Не знаю, Никит, может конь C5. Ну вот конь C5, конь C5 не знаю, FB2. Сомнительная компенсация за пешку. Дело в том, что E5 вот правильный, действительно. Здесь ученые две возможности. Конь E5, как ты там сначала говорил, на самом деле неплохо. То есть HB7 Сомнце 5 нормальная компенсация на самом деле. То есть F4 и Белая не успеет сыграть из Владя B8 там на C6 не потерять. На F6 можно уже Владя А8 пойти и повторить. Но все-таки Белая здесь... на F4 наверное можно вообще залепить этот... Владя B8 Ферз А6 и Ферз D4. И что будет если съедим коня? Давай введем этот вариант срекотчем. А, там король на D1 уже уйдет. Или подожди, или не уйдет. Ну, шах на F2. А, ты знаешь, наверное, не уйдет, да? Ферз в шах и там слон H5 еще как-то. Нет, слон H5 как раз ничего страшного, не, Вадя D8 видимо и не уйдет никуда. Уйдет. А если сразу, то не уйдет, да? Это то, что я здесь сказал. Сразу слон D3 тогда? Нет, слон D3 это мат. Вот это уже все, видишь, мат. Да, но... Конь E2, Ферз E2 понятно, это мат. Продолжить вариант. А конь D5. Ну, а здесь раз не победа, слон H5. Нет, здесь победа такая просто. А, это просто так, и слон C2, да. Красивый мат. Я уже просто это... Да, значит, вообще F4 играть нельзя. Ну, в любом случае F4 ход странный, с таким оставанием разбития, да. Ну, так надо играть просто. Ферз C2 возвращать. Нет, у черных есть компенсация, но надо еще доказать. Дело в том, что у черных есть намного более простой ход в этой позиции, ход B4. То есть, мы пока просто заслон ставим на пути ферзя к пешке бассейн. Хотим с следующим кодом отбить пешку. А на F4 тогда? На F4 мы сейчас другую сведим. А, вон как. Хитро. Ферз C2 и ферз C2 слон E4 вообще. И все, да. Хорошо. Белые не отобьют здесь, скорее всего. Да, они отстали в развитии. Ну, что, хорошо. Видимо, ты так и сыграл, E5? Да, так и сыграл. Эта тоже позиции с партией. Да. Здесь единственное, почему, я минут 15 подрядовал на всю эту идею, хотя понятно, что E5 выиграл практически сразу. Но идея в том, что белые вообще-то могут все-таки сохранить лишнюю пешку, но с гигантским риском для себя. С ф4, что ли? С ф4 было сыграно в партии, это нифига не сохраняет пешку, если честно. Зато и большого риска нет. А вот ход E6 действительно сохраняет пешку. Но после конь C5, EF, слон F7, у черных все фигуры заработали внезапно. Ой, как-то здесь страшно. То есть это, я собрался с слон B3 играть, это выглядит очень опасно. То есть белые при желании могут вообще мат в один год получить сейчас. Ферз D2, конечно, будет. Ферз D2, конечно, будет. Ну, Ферз D2 надо играть, да. И после Ферз F6 сейчас ладьян D8 идет. Что-то как-то опасно. Что-то очень опасно. По-моему, вообще уже конец. Что-то мне уже такое подозрение, что это уже не держится вообще никак. Ну, компьютер минус 0,5 пишет, какие-то там корявые защитительные ходы. А как тут защищаться-то? Водя же D8 грозит. Как-то Ферзяна E3, что ли, уводит. Оригинально. В общем, тут просто рокировка и как-то уже вообще действительно все фигуры в игре. Да, это опасно. К тому же можно сон B3 не играть. Можно просто рокировать. Белых все проблемы по-прежнему перед ними. Сейчас конь B3 и конь D4 грозит в частности. Нет, ну, такой вообще просто человек вообще не играть противопоказанно. Да, но это плохой ход E6 за белых, но он ключевой. То есть, если белые не играют E6, то их девутая концепция потерпела крах. Потому что вся идея хода Ферзь B3 это начинать нападать на пешки и их забирать. То есть, если ферзь B3 соперник здесь неправильно сыграл? Да, неправильно, но с другой стороны может быть он хотел меня сбить с террой. После ферзь B3 я сам уже ничего не знал. То есть, E5, слон B4 пришлось находить самому все это. Ну, в парте была сыграна слон F4 такой логичный ход. Ферзь E7. Пешка не держится. Ну, ход E6 есть, по-прежнему черные могут отдать отдать эту пешку и нехорошая компенсация. Но все-таки уже немножко не то, потому что слон вышел. Можно просто забрать, потом пойти E5, слон F7. Наверное, еще проще. Ну, а в парте была сыграна слон E2, конь E5. Ну, абсолютно очевидно, что у белых никакого перереза здесь быть не может. Если честно, я уже оценивал свою позицию как немного лучшую. Ну, именно, что немного. То есть, у черного тоже большого перереза быть не может, потому что белый явно успеет рокировать. На E4 такой волнорез своеобразный, активной игры к черным сразу не дает. Ну, и у белых тоже все неплохо. 2-0. А вот тут вот предложи ход за черных. Мне мой ход очень понравился, на самом деле. Он вроде простой, но такой... Мне понравился не сколько мой ход, сколько то, что я заставил себя 2-0 не сыграть в этой позиции. Почему-то мне кажется, что большинство шахматистов здесь сыграли 2-0 черными. Ну, да. Ну, и 2-0, например, по оценке компьютеров всего лишь там на 1-10 хуже, чем мой ход. Но мой ход мне нравится намного больше. Ну, я не думаю, что ты сыграл 3-0, поэтому буду искать что-то другое. 3-0 теоретически возможно, но, конечно, не знаю. Ладья Ц1, там уже, помню, Д5 грозит. Зачем это надо? Не, я говорю, зачем это надо? Нет, то есть даже там не так плохо, там, как бы 8-0. Да, 3-0 я не сыграл, ты прав. Так, чё ж тогда ты мог сыграть-то? Вот попробуйте, друзья, мыслить, как международный мастер. Это чистая стратегия в данном случае, никакой тактики. Точнее, можно там, если притянуть за уши, можно сказать, что это тактическая идея, напасть на фигуру. Не очень. Ну, напасть на фигуру. Знаешь, довольно давно я в одном из видеороликов я пропагандировал эту теорию датского гроссмейстера Якова Огарда. Такое заключается в том, что в спокойных позициях, когда вы играете, вы всегда должны задавать себе три вопроса. На основе этих трех вопросов, ну и чего-то еще, конечно, выбирать ход. Три вопроса такие. Что хочет мой соперник? Раз. Ладно, я не буду давать все три вопроса, потому что это может тебя сбить с этой мысли. Хотя, ладно, все-таки дам три вопроса, потому что в конце концов нас же смотрят зрители. Первый вопрос, на самом деле, самый важный. Какие слабости? У меня и у соперника? Это первый вопрос. Второй вопрос. Что хочет... В чем идея моего соперника? Так, и третий вопрос я сбился с мысли и, к сожалению, не могу его вспомнить, хотя я вообще-то собирался давать его первым. Это уже не просто плохая память, а какая-то амнезия. То есть, я честно говорю, что я собирался вот тот вопрос, который я сейчас хочу дать третьим, а собирался его дать первым. А, разумеется, какая самая плохая фигура в позиции у нас? О, это явно слон на же шесть. То есть, три вопроса. Слабости своей соперника, самая плохая фигура твоя в позиции и идея соперника. На основе этих трех оплаций выиграет сход. То есть, в каких-то позициях один из них важнее, чем другой, в каких-то позициях на амнезии. Неплохая концепция. В большинстве случаев она работает. Другое дело, что она, опять же, она в какой-то степени попахивает чужака вообще, на ней, конечно, что подводим как бы шаг. Если судить по всему этому, то, наверное, ты сыграл и в шесть. Да. На самом деле, я был очень доволен этим ходом. То есть, ход-то простой, мы просто слова активизировали через F7. Помогла теория. Да, но просто ход выглядит контринтуитивно чуть-чуть, с таких шаблонных точек зрения, Ну, как бы мы... Слон на F7 пойдет. Да, но мы как бы не рокируем, хотя надо это делать, мы открываем диагональ для Ферзя, так далее, тому подобное. Сейчас он может... Почему? Здесь слон на F7 всегда может прийти и рокировать. Ну, хорошо. В общем, Олег, как я и думал, считает, что это бездарный ход. Так что... Ладно. Нет, почему? Почему? Вот здесь, смотри, единственное, что я могу здесь предложить за белых, это побить на E5. Вот, точно. Побить на E5 и типа слон на F4 выйдет, да? Да, да, чтобы не было холода слона F7. Ну, во-первых, это, конечно, сама по себе идея странноватая, а во-вторых, у черного здесь есть красивое тактическое повержение. Уже здесь? Да. Так, а что здесь может быть такого? Да, вот это, кстати, тоже было желательно видеть, потому что после Ферзи E5 слон на F4 все-таки у белых какие-то начинаются поползновения в сторону нашего короля. Лучше этого не допускать. А что же здесь делать? Так, как тактик тактическо, интересно. Не, слон F7 подожди, слон F7 здесь? Алло! Да-да! А, я уже думал, что опять... Может, здесь слон F7? Слон C4, Слон C4, Ферз C4 и Ферз E5. И вроде как... близко, но не совсем то, потому что после Слон C4 мы можем так пойти вообще-то. И партия на этом закончится. Вот ты про какую-то тактику говорил. Да, ну, Слон C4, конечно, ужасно. Славы? Во-первых, белые могут просто убрать Ферзиан C2 и смириться с плохой позицией с дырами по черным полям. Наверное, это объективно сильнейший шаг для белых. Ну, во-первых, важно отметить, что слон F6 не работает ввиду того же Шаха. И Ферзиан потерялся. И Ферзиан все понятно. А если Конь D5 это такая отчаянная попытка что-то добиться, то мы просто Ферзи 5 играем, и черный еще и Конь потеряется в итоге, скорее всего. То есть белые никак не могут ничего здесь придумать и вынуждены найти на вот эту довольно скорбную позицию, прямо скажи. Все понятно. Ну, а соперник как сыграл? Не сыграл он, да, слон бьет Е5? Нет. Соперник вообще такого довольно солидного слонного стиля, на самом деле. Я думаю, что он слон Е5 даже... Наверное, какой-нибудь ладья Д1. Ну, ладья Д1 как раз... Ну, ладья Д1 разумный ход. Ладья какая? Ну, неважно, хорошо, ладья Д1, слон Ф7. Ну, это... На мой взгляд, у черных уже приятнее просто. Потому что... приятнее немножко, да, есть. Ну, все из-за пешки А4, что это за угородство? Да, Б3 дыра, Б2 слабость, А4 не там, где надо, слона не прогонишь. А у черных пешка на С6 очень сильна. Она держит все поля. Ну, вот, соперник мой сыграл очень профилактически король Аш-1. Король Аш-1. А, ну, чтобы, видимо, теперь уже побить на С4, на Е5 идея, и слон С4 сыграть, и уже не будет ходоверств С5. Ну, я даже не думаю, если честно, что у него была такая идея, потому что трудно себе представить, что я не сыграю слон Ф7, после чего уже не успеваете никакую идею провести. Ну, видимо, просто он ушел из-под шахов. С Лан, С7, С2. Вот это уже было все в партии, да? Да. Ну, в принципе, хорошая позиция у черных. Ну, у белых тоже ничего плохого, на самом деле. Да, пока нет ничего. В целом, я был доволен тем, как я дальше играл. Там, некоторые решения были достаточно неочевидны. То есть, ничего такого, но... Ну, пока угадывать не надо. Когда он будет угадать? Давай, ты будешь говорить, что Олег, попробуй угадай. Я буду говорить, Здесь, правда, таких ярких, ярких моментов не будет, как вот, в смысле, ну, такая... Соперник будет переигран в итоге в таком позиционном стиле. Но будет и тактические моменты, ну, и так, ключевые, стратегические решения тоже буду давать на угадывание. Коня 2 сыграл мой соперник. Сначала я вообще не мог понять, в чем идея. То есть, неужели ему настолько не нравился слон на b4, но потом понял, что он коня на d3 ведет через c1. c1. Да, неплохая идея, на самом деле. Здесь я долго думал, куда же поставить слону, на c5 или на d6. В общем, я минут 10 выдумывал себе скрытые тонкости, где же он стоит лучше. Ну, я так и не понял, где он стоит лучше, потому что он пошел наугад. Я до сих пор не знаю, где он стоит лучше, на самом деле. Я думаю, что, наверное, я пошел правильно, но не факт. Ну, почему здесь... Мне кажется, правильно. Слон просто отойдет... Здесь он может отойти на b6, например. И нормально, и стоит там хорошо. Он на d6 стоит отлично. Заодно на c5 его не будут пинать. То есть на d6 его не будет пинать конь с d3. Не знаю. У слон c5 там какие-то другие нюансы были в пользу слон c5. А, в каких-то вариантах слон на d4 переходит вообще, начинает давить на пешку b2. Ну, в общем, это не то решение, которое там ключевое в партии. Слон d6 тоже неплохо. Конь c1, мой соперник, продолжил играть по своему плану. Ладья f на d8. Ну, тоже вполне логично. Ладья на f8 уже ничего не делала. Конь d3. Вот, кстати, в каких-то вариантах уже здесь начинает сказываться вот эта фраза слон d4. Конь, то есть ушел с поля c3, то есть он в ближайшее время моего слона на d4 никто атаковать не сможет. Поэтому можно смело его ставить на эту клетку. Конь e5 и Олег тебе решат кем бить на e5. Чем бить? Да. Ну, два вопроса тут только слоном или пешкой. Ну, да. Поэтому, скорее всего, пешкой. Почему? Ладно, что я... Ферзь на h4 потом придет и будет угроза водя d6 потом какая-то жертва на h2 и на h3 на h6 мат какой-нибудь водей. Как ты смог такое сочинить? Не, правда, там все равно маты нет, потому что король на g3 уходит. Но я имею в виду вообще просто такие... Ну, короче, идея ферзя на h4 просто куда-нибудь там внедрить. Ближе в тело. Фьех вот правильный абсолютно не с идеей. Ферзя внедрить, потому что белый вообще сильнее на королевском фланге. А даже игра на ферзевом. И не стоит играть там, где соперник сильнее. То есть F'est ну, это абсолютно другая идея. Но, кстати, можешь попробовать ее найти. Она не связана с ходом в ферзах 4, потому что ферзах 4 это, вообще говоря, довольно грубая ошибка, я думаю. Ферзах 4 это уже сыграй как Кирилл Широк. Да, это что-то в стиле Кирилла. Здесь я думаю белые могут даже в ферзах 4 пойти и у них все нормально. То есть я думаю, всем белые уравняли. Ферзя придется тратить время ферзю, чтобы вернуть его обратно, скорее всего, просто. То есть он совсем ничего не делает. Так, слон d2. И сейчас надо найти ход, да? Да, но понятно, что белые хотят слона скорее всего на c3 поставить, там, нейтрализовать слона на d4. А может быть они хотят пойти слон на c4 и поменять белополов. Чем меньше фигур, тем легче белым защищаться. Кстати, обратите внимание, что белые ценой, то есть черные ценой усиления своего слона на d4, создание форпоста, они сделали некоторые пешечные слабости себе. На e5 тебе пешечная слабость. И к тому же в вариантах белые могут рассматривать ход f4 и начать привязываться к слону f7 и королю по белым полям. Поэтому с белыми полями надо быть немножко аккуратнее, черный. Так, видимо, мне сейчас надо найти ход. Да. Так, а он с чем связан? Ни с тактикой, ни с чем? Я вот один ход вижу, но он просто такой, профилактический. Ну, какой? Король f8. А, да, король f8 я рассматривал, но, правда, недолго, потому что мой ход чувствительно сильнее. И король f8 неплохая идея. Ну, что в сон c4 не менять слонов? Ну, да, правда, я не очень понимаю, как их не менять, если честно, все равно. Ты собираешься слонов f6 упереть в пешку или слон? Ну, слон e8 может быть. король f8, слон c4, ферзь c5. А, ну, да, правда, ладья c1. Если там заберешь на b2, ну, давай введем. Ладья c1, я все поменяю и на b2 возьму пешку. Ну, вот я... А, на d2... Сейчас, погоди. Зависнет там или нет? Вон там все зависнет. Я побил, побил, побил и на b2 побил. Слон g5? Ну, так вот здесь у нас уже пешка лишняя? Нет, ну, я понимаю, сейчас ладья b1 пойдет, он начнет в b7 привязываться. А ладья d4? Вот ладья d4, да. Ладья d4 держит. Вход в ход, наверное. Кажется. Ну, да. Значит, король h8 еще лучше, чем я думал. Но все равно хуже, чем мой хол. Потому что... Не будем спорить. Ну, даже спорить не получится, даже компьютер это подтверждает. Значит, после король h8 белые должны умерить свои амбиции и пойти как-то так. Хорошо, возвращай. Когда никогда... Дело в том, что король h8 все-таки не суперполезный ход в этой позиции. То есть, все-таки идеи избежать размена белополов маловато. Ну и неплохой, скажем так, да? Не, неплохой. Я думаю, что может быть даже второй по силе. Но беда в том, что сильнейший ход все-таки конкретнее и как бы хочется так сыграть. c5. c5. c5 ты рискуешь, теоретически рискуешь стать позиционно хуже вообще, потому что в этом варианте... Опять, да, вот эта штука. Если белый успеет убрать пешку b2 успешно, то из-под боя, то у них вообще лучше просто. Ну да, поэтому пешку c6 не трогает. Я просто так предложил... Пешка c6 самая сильная фигура в позиции. Хорошо, предлагаю тогда ход ферзь e6. Ферзь e6. Опять с идеей не пустить слава c4. Знаешь, тут есть намного более простой способ не пустить слава c4. И надежный самое главное. Так, а как его еще туда не пустить-то? Вот, обратите внимание, дорогие зрители, вот сейчас во всей красе проявляется разница в стиле между мной и Олегом. Видимо, я действительно скучный и унылый шахватив, как Чирилл и говорит. Кирилл предложил ход b5 на 100% Да, радикально пускаем слава c4. Не, ну просто тоже может быть идейно. Аб, Аб, и ладьи начинают играть. Вадя на c8 идет. Да, очень идея это просто. Правда, правда, все сразу освобивает. Пешка b5 слабая. Даже после такого хода, наверное, черные отыграют эту пешку, все сменяют и сделают ничью. Но, понимаешь, вся игра черных на победу здесь связана с тем, что у них структура лучше на ферзевом фланге. Если они его весь поменяют, то это не то, чего хочется пойти. Да, ну ферзь е6 предложил, король h8 предложил, вот другого, блин, не вижу. Вот, видимо, разница существенная. Ля, подожди, может быть, ты просто ферзь c5 сыграл? Ну вот, да. Должен был вспомнить о том, что я пропагандирую доктрину размена ферзей. да, точно, и после этого зависает слон на d2. Да, если серьезно, этот ход-то достаточно сильный. С позиционной точки зрения, да, видимо, размена ферзей состоялся? Да, потому что белым теперь, ну, вообще не получается никак этого избежать. Ферзь на c5 слишком слишком серьезно. И слон c3, видимо, да, было сыграно? Я вот ожидал слон c3, но слон c3 сыграла не было. А слон c3 что бы было? Слон d4 или что? Слон c3, конечно, конечно, слон d4, да. Нет, ты знаешь, просто чисто за счет того, что на b2 и на d2 слабости, видимо, да, слон d4, водя d4. Если сейчас... Или ты пешкой выбил? На пешке, мне кажется, здесь бить-то не нужно. Нет, пешкой бить не надо, потому что белый успеет поле c4 подхватить. Нет, я побил нет, здесь я соглашусь, здесь водя d1, водя d8 и слон b3 потом идет. Все висит. Ключевой вот ресурс, да, ты правильно сказал, что слон b3 сыграть. Ну, не сейчас пока. Вот сейчас водя... вообще во многих позициях. Водя fd1, водя fd8 и вот теперь уже слон b3 серьезно. Да, и белые не могут пыкать, это подо никаких в каких-то вариантах. То есть размен-размен ничего не дает. Здесь вот уже видно, да, что слон b3 и все. И самое главное, слоны одноцветные. Да, ну, в общем, водя fd8 вообще не должны пить на d4, они могут как-то поупорнее играть. Я ожидал чего-то вроде ладя fd1, что ли. Адя fd1, слон c3, ладя fd3, ладя fd1. Здесь сразу резко лучше слон c3 и водя d2. Да, придется бить пешкой, видимо, это очень уродливо, я согласен. Ну, в общем, слон c3 сыграла не было, наверное, по этой причине. Было сыграно слон c5. Знаешь, в белых каких-то вариантах появляется контраграмм, потому что они играют f4 и начинают эту пешку быстро куда-то катить. То есть она слабая, но может, она хотя бы стеснит фигуру черных. Сыграла ладя d7, ладя fd1, может быть, ладя d1 была точнее, трудно сказать, даже если это ошибка, то украинская, малозаметная. И вот тут вот найди ход за черных. Тут ход за черных. Да, в общем-то, я тоже был им доволен. Ну, явно, наверное, ладя d4. В общем, Олег очень быстро находит ходы, которыми я был доволен. Видимо, они абсолютно ничего особенного. Не, ну, идея такая, что, во-первых, ладя на d4 стоит хорошо, опять же, грозит слон b3, а во-вторых, не проходит слон e3 теперь. То есть можно показать, что вот когда ладя не стоял на d1, верни, Никит, на ход назад. Ну да, в этом, собственно, заключается такой маленький логический парадокс. Мы вроде как могли сыграть в ладя d4 сразу. То есть здесь в ладя d4 сыграть нельзя из-за слона e3. Это я видел. И теряется сухой. Даже здесь черные, видимо, имеют хорошие шансы на спасение такими словами, но не более того. Поэтому так играть не надо. А если когда ладя на d1 пришла, вот здесь уже в ладя d4 хорошо имеет смысл. Да, но мне казалось это так тонко в два приема в ладя на d4 поставить. Олег меня разочаровывает. В общем, кстати, мой соперник тоже ладя d4 не видел. Был крайне недоволен, когда это все появилось. Потому что слом b3 теперь не сыграешь. Ай-яй-яй. На d1 возьмем и все. Да, это конец. А значит, ладя на d4 вклинилась и уже серьезно. А хотел слом b3 сыграть. Тут просто угроз слом b3 просто да. Да, слом b3 угроза. То есть он здесь довольно долго продумал, сделал хороший ход слом b3 и вообще он защищался отлично и в один момент был... Никит, кстати у тебя вторая угроза есть. У тебя еще есть угроза h6 g5. Это угроза? Да. Слона выгнать с поля и потом ладью вторую на d8. Как там держать-то? Слон f2 не сыграешь опять же из-за ладья d1. Нет, мы доиграемся так что-то сами проиграем. Смотри. То есть пас там какой-нибудь я не знаю король пас не так легко сделать. Ну h3 предположим, h6 h4 на e5 же повиснет. А, мы загнали слона туда куда ему в общем-то надо. Про e5 я и забыл. Я вообще забыл что у черных тоже есть слабости. Я смотрю позиции сахар и забыл что у черных тоже есть слабости. Вот это единственная проблема в позиции. Он кстати довольно умело смог к ней привязаться. Он h4 видимо сыграл. Нет, он сыграл здесь ладья d1 c1 потому что нельзя слон b3 допускать со всех. Ну да, c1. Он в один момент был очень близок к уравнению объективному. То есть позиция оставалась такой неприятной но объективно она была довольно близка к равенству и вот именно в этот момент он совершил решающую ошибку. Это было потом. Здесь была сыграна ладья c1 ход хороший слон f8 тоже ход хороший. Может что-то дать его надо отгадать. Потому что слон нужен на этой диагонали но поле b4 невкусное потому что мы может хотим ладью туда поставить. А на f8 слон отлично работает издалека на самом деле. слон d1 такой ход согласись загадочный на первый взгляд. На самом деле идея простая просто мы черные слон 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 b3 так и не пускают. Да, слон b3 нельзя пускать иначе все совсем плохо станет. То есть беда. На a4 пролетело. В ладья c3 видимо с этой идеей тоже нельзя, да? А, в ладья c3 здесь? Да. В ладья c3 можно, наверное. Ну что, слон b3 не дать? Не, ладья c3 смотри, кстати. Я смотрел ход в ладья c3. Здесь тоже любопытный вариант, на мой взгляд. Получается маятниковое движение. Смотри, слон стоял здесь, ушел, ну да, ладья c3 слон b4. Вернулся и выменял. По-моему, довольно красиво. Да, красиво. Ну и у черных остается лишняя пешка в итоге. Так, 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 ну и довольно неплохие шансы на победу. То есть белые ему сопротивляются, но скорее всего это выиграно. Здесь, мне кажется, уже даже не скорее всего 100% выиграно. То есть белые не могут, они могут заблокировать, но сейчас король сюда придет и не успевает ничего. Белых король на h1 слишком далеко. Профилактика оказалась во вред. Помнишь, Митильшпиль еще? Туда убрал, коряля. Хорошо, ладно, все понятно. Да, поэтому где-то ты не сыграешь, он сыграл слон d1 грамотно. Слон b4 все равно. То есть идея опять же слон d2, да? Да, потому что тебя, видимо, смущало пешками e5. Да, сейчас я скажу, почему слон b4 сразу не хотелось играть. Только дай мне вспомнить, я все скажу. Так, почему же... А, так все просто. Дело в том, что после вот этого варианта слона f8, слон d1, слон b4 на слон e3, по-моему, слон e3 было сыграно в партии. Да. У черных есть слон слон d3, а при слонде на e2 его не было. То есть по-моему довольно симпатичные нюансы вот последние несколько ходов. Фигуры туда все заходят, у белых теряются поля постепенно. Другое дело, что при правильной игре белых позиция, наверное, все равно держится. То есть я пытаюсь раскачать как могу, но он защищался неплохо. Слон b6, вот здесь вот найди ход за черных. В 1 a6. Нельзя в 1 a6, извиняюсь. Все, Сразу, чуть ли не сдался. Вот Олег, кстати, молодец, потому что он даже в позициях, которые, в общем-то, довольно спокойные и, скажем так, скорее с богатым стратегическим наполнением, Олег быстро видит тактику. То есть видит, ну то есть за полсекунды, что тут белые действительно съедают качество. Ну и белые, видимо, без кик-победе неожиданно. Ну без качества просто. Да, там еще он c6. Слабость будет. Так, тогда сейчас, сейчас напрягусь. Так, подожди, ты сделал, ход? Да. Что же ты мог тут изобрести? Вообще, вообще хотят сыграть сон c7. Белый. Хотят, но может быть не очень сильно. Потому что будет слон d2 сон f4 в м. Ну, хотят, хотят, да, сон c7 потенциальная угроза, я согласен. Так, ну ты здесь, наверное, сыграл сон d2, я думаю. Слон d2. Я слон d2 не сыграл. Надо вспомнить еще почему. Ну, в первую очередь я не сыграл слон d2, потому что мой ход лучше. Слон d2 вадят c5, вот что. Слон d2, ладья c5, слон e3. А, слон e3. Ладья a5. Ладья a5. Забавный, забавный вариант, кстати. Ладья d8. слон e3. Красиво. Ладья d1, ладья d1, слон g1. Хоть и белые удержались. Как ни странно. Да, удивительно. И лишнюю пешку еще схоронили. Да, еще ладья a8. Грозит, в общем, это не то. По-моему, кстати, я этого не видел. Так что, ну, ход слон d2 вообще, в любом случае, мой ход лучше, даже без этой тонкости. Хорошо, сейчас придумаю опять что-нибудь. Так, а что, пока не вижу, что придем трепить. Что же тут можно было сыграть? Я тебе советую опять задать эти три вопроса в надлежащем порядке. Ну, самая сейчас у нас такая фигура ненужная, это ладья на a8. Хорошо, где слабость? Ну, слабость, ладно, понятно. Ферзь был фланг. В чем идея соперника? Идея соперника сыграть с вон c7. Неужели комбинация этих двух вопросов не позволит тебе найти ход в этой позиции? Вон c8. Иногда помогает, да? Вон c8 просто. Ладно, не буду кривить душой, то, что эти вопросы здесь помогают, я придумал только что. То есть, они действительно помогают, но во время партии никаких вопросов я не думал, честно скажу. Я увидел игрок с вон c7, решил, что ладья на a8 плохая, не надо пустить слона c7, еще мы грозим c5, ладья c6 поймать слона вообще-то. Тактическая пропрека. Белые без слона. Странно. Ну, он не ловится, наверное, или ловится? Ну, не важно, даже ловится он или нет, черный полетит ладья c6, ладья c6, там, потом ладья d8, нет, наверное, ловится вообще-то, кстати. Да, скорее всего ловится, потом ладья a6. Да, слишком, слишком плохие фигуры, плохая фигура. То есть ладья c8, вот, включаем последнюю фигуру в какое-то подобие игры, так это неплохо. То есть на d8, на d8, мне нравится так угадывать. На d8 нам не дали поставить, но мы ставим хоть на какое-то поле, слону шелку, что нельзя отдавать его формально. И вот теперь, вот, я перешла на хорошее поле. Вообще, партия забавная, потому что черные постоянно какими-то там этими короткими ходами, маятниками, пытаются что-то усилить. Фигура туда-сюда бродит и постепенно позиция улучшается. Но все равно этого мало. И он все равно был достаточно близок ничьей. То есть слон g3. И это вот 32-й ход. Контроль, как я уже говорил, был на 40-м. То есть, и у нас обои было мало времени, но у него было значительно меньше. То есть у меня было минут 15, то есть предстоитнотное состояние, но еще достаточно комфортно. У него было минут 5 уже. Ну, с 30-секундным добавлением, конечно. То есть, я решил подкрутить в этой позиции, но, наверное, это было все-таки недостаточно. То есть, я сыграл правильно слон d2 здесь. То есть, уже надо фоксировать события. Уже на e5 напали неприятно. Черный здесь может спасти только, ну, в смысле, привести к победе может только уже конкретика. Слон пошел на d2. Вот я b1. И вот здесь вот мне интересно, а для какой-то ход предложишь. Я думаю, что объективно я сделал не сильнейший ход, но такой, который оставил наибольшие проблемы перед соперником, в общем-то, привел к быстрой победе. Так. Интересно. Ну, пешка на e5 висит. Опасный это или нет, это другой вопрос. Если честно, я думал, что этим ходом я выиграю партию в два хода. Потому что я был уверен, что мой соперник ошибется. Но он не ошибся. Сразу. Ошибся через три хода. Че себе. Ну, сон f4? Ну, сон f4 это первая линия компьютера, наверное, теоретически сильнейший ход. Ну, просто это мне хотелось как-то обострить ситуацию. Ну, это да, это лучше. Нет, это лучше. Может быть, стоило так сыграть. Да, но как-то здесь мне не нравилось что-то такое. Это не так легко это выиграть, если честно. Нелегко, согласен. Как-то очень долго и мутно придется играть. Даже компьютер там минус 0.4 пишет. То есть это еще далеко не выглядело. После моего хода минус 0.25. Так, че ж ты там мог изобрести-то, а? Пока вот не вижу. Какое-то вот перекрытие не срабатывает, блин. Я вот смотрю такое бредовое сон c1, но оно не работает. Да, конечно, я должен сказать, что это тактическая идея. Ну, наверное, не так уже понятно, из того, что я говорю на всякий случай поясню. Ага, слон a2. Чего? Слон a2. Слон a2? 1. И слон c1. Как-то жалко фигура везде. Вот так. А, вот здесь шах. Вот шах спасает. Блин, а так красиво бы было. Ну да, в общем-то. Ты уверен, что больше ничего не спасает? А как спасает? Ну, вообще-то форточка, ну тогда шахом возьмем. Да, только ты потом как будешь сона развязывать? Ну, не, я согласен. Я просто, я просто так... Не, красивая идея, красивая. Не забыть, я ничего не скажу. Какой-то сыграть, как это сказать? Ну, кто так играл-то Слон Е8 не забыл? Рэйти. Рэйти с кем? Не, Рэйти, подожди. Ну, самые знаменитые партии, где Слон Е8 и там самые знаменитые задачки на перекрытии. Знаю. Я знаю вот эту известную позицию, где Слон на Ж1 отскакивает. Ну, что ж ты тогда мог придумать-то, блин? Так, ну, видимо, та теория не помогает, да, которую ты говоришь? Нет, это тактика. Та теория помогает, иногда помогает на этих стратегических пунктах. А тут уже надо форсироваться. Нет, ну, тут теоретически можно дать вопрос, какие слабости у соперника тактические. Слабость только одна, Слон на Д1. Нет, тут понятно, что слабость это вообще-то первая горизонталь. Ну, и в частности словно Д1, да. Ну, я думаю, что тебе мало, мало что ответ на этот вопрос дал, если честно. Слон на Д2 я, конечно, красиво завесил, но бесполезно, жалко. Красиво. Я подчеркиваю, что я не сказал бесполезно. Ладно, что что-то предложить-то мне? Вот в упор не вижу, Никит. Ты как-нибудь меня намекни, а то у нас сейчас видео разрастется до трех часов. Ну, я намекну, что идея Слон А2 имеет место быть. Такое нельзя сказать. Слон Е3, видимо. И на Слон Е5? И на Слон Е5 вот теперь уже Слон А2. Да. Я был уверен, что мне это зевнул. Я быстро и красиво в играх, потому что здесь все потеряно уже. Но мне это не зевнули. Как не обидно. Ну, еще раз покажу. Братила нельзя из-за Мата по первой. Лучший шанс за белых это как-то попытаться отдать таким ходом качество. То есть на Д3 не возьмешь, потому что Слон возьмет обратно. Ну и тут очень плохо. Потому что еще после этого Роза Мата по первой возникает. Надо защищаться от него. Черный ногу Слон Д4 пойти подменять одного слона и уже все эти пешки начнут обсыпаться по одной. Пешка Е никуда не идет. В общем Слон Е5 брать нельзя. Слон Е5 конечно сразу красиво завесил, но сначала вот именно надо Слон Е3 просто сыграть. Да, ну по-хорошему Слон Е3 не сильнее, чем Слон Е4. Хотя красивые идеи сразу. И он до поры до времени играл правильно. Но не смог за контакт. Слон Е2 он сыграл. Слон Е2 с подбой, да. Хорошо. Вадя Д2 Вадя Д1 ход ошибочный. Вадя Д1 играть было нельзя. А на Вадя Д1 получил Слон Б3 видимо. Ну так я не помню но по-моему да. Да, по-моему Слон Б3. Да, Слон Б3 на Вадя Д1 но там много сильнее за белого был конечно ход Слон Ф1. Сначала Слон С4 А, Слон С4 шаг же нет. Слон Ф1 да. Ну и теперь на Е5 висит видимо надо играть Слон Д4 Да, Слон Д4 я собрался играть и вот здесь вот я думаю что он просто не увидел хода Слон Д1 А симпатично Да, все слоны уходят на первое то есть теперь если мы бьем на Б2 то просто ну например Слон А5 на А5 просто теряем да это черный там какие-то подобия перевеса сохраняются но уже не очень серьезно вот попробую угадать как я собрался здесь играть здесь висит Верно Хочется верить что даже эту позицию наверное как-то попытался выкрутить может и выкрутил бы в этом И как здесь играть? Здесь надо играть так я это видел и так А вот такую позицию катать да? я в том что если белый ничего не придумаю то просто позиция с коридом где-нибудь здесь настолько отличная блокада по черным полям ну посмотри вот на оценку движка то есть несмотря на лишнее качество ну да минус то есть он болтает равно чуть-чуть да но я анализировал это дальше постепенно оценка имеет тенденцию к увеличению правда в каких-то длинных вариантах по-моему белый все-таки держится но в общем это не самое простое занятие было бы удерживать эту позицию если честно ну да ну понятно я ожидал c2 король f8 слон c4 здесь пришлось бы прятать слова куда-то не очень на хорошее пудо но правда слон c8 поддерживает b5 понимаешь у черных очень простой план они хотят короля пододвинуть бы 5 провести просто два ферзя погнать а белым надо изыскивать какие-то такие геометрические мотивы чтобы удерживать не так легко на флажке так ну давай возвращаемся и уже будем заканчивать потому что у нас видимо хороший такая длинный получился ролик да ну правда он же действительно подходит к концу так да надо проверить записывается он записывается час 36 уже идет ролик нормально вообще удивительно мне казалось что это партия не такая сложно в общем я опять как всегда придумал на ровном месте видимо да это вопросы да это же хорошо в этом же идея роликов я так понимаю что в этом идея роликов наверное я стараюсь как могу придумываю какие-то вопросы и изыскиваю да в общем вот это 1 была сыграна это ошибка серьезная сломбер 3 проигрывающая сломбер 3 да пришлось бить уходить а вот он кстати он очень красивую девять нашел абсолютно не работающую но очень красивую ладья А3 а оригинально на ладья Б2 что задумано на ладья В2 задумано внезапная перемена на ладья С4 да я все понял да 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 еще то белый ну то белый выигрывает придется бить тут и белый видимо держится за позицию потому что матра к сожалению нет по первой слон держит угу то есть на Б2 бить не выгодно нельзя что же делать я тут сильно сильную техническую не точно допустил ну в смысле я если честно увидел как я получаю большой кревец громадный выигрывающий я решил что мне больше ничего не надо а здесь я прошел у него возможности выиграть в один ход на самом деле и вот в Женеве со мной на соседней улице живет человек с 2 315 и он тоже играл в этом турнире он подошел к этой позиции посмотрел на него 15 секунд и нашел этот выигрыш и потом очень удивлялся как же как же я мог не найти это так надо видимо мне найти да это да нет когда ты знаешь что есть выигрыш это находится за 4 секунды ну вот когда я уже такой вот в таком состоянии как сейчас я вот пока в упор ничего не вижу ну хорошо скажем так можно найти за 4 секунды в хорошем состоянии скажем так молодец c2 молодец c2 хорошо и на h4 что молодец c2 правильно вот ладно не буду издеваться так я просто не увидел как здесь выигрывать это довольно тупо если честно а ну так шаг же шаг король h2 слон g1 х3 слон e6 ман именно поэтому белым пришлось выбирать король h1 и играть позицию без качества и пошел b6 на e5 не теряется из-за мата и сейчас слон на d4 встанет и у белых параличность потеряется да кстати может быть даже это проще чисто с игровой точки зрения ну может с игровой проще но по компьютеру это минус полтора а то минус четыре с половиной ну да другое дело что под флажок чтобы точно ничего не зернуть ну это все оправдание я просто не видел мата на e6 слону а если здесь на ладе c3 сыграть да на ладе c3 можно сыграть но это же не помогает в том плане что все равно сейчас будет c5 там b3 и король пойдет сюда то есть белые будут стоять в портре а черный король пойдет сюда и b5 и одной проходной хватит чтобы здесь выиграть хорошо поверь поверь нет вообще никаких шансов даже движок подтверждает белых слишком ужасные фигуры но это наверное был лучший шанс все равно потому что он сыграл аж четыре на падающем флаге я пошел смотря четыре здесь просто пешку съел там хотя бы мне пошли короля вести или даже короля вести не обязательно здесь уже две ну да сейчас третий уже будет дальнейшая в быстром нет одна по количеству одна сейчас две будет ну да в общем в дальнейшем быстром темпе ф4 попытался порвать позицию может быть в этом была вся идея может поэтому он не стал цепляться на структуру побить можно или нельзя нужно не нужно бить нет побить можно но но это может быть какие-то шансы тоже конечно вряд ли да я пошел ладья е2 на мой взгляд ход точно теперь на просто понимаешь на эфел ладья е4 ладья е4 идеальную позицию за пешкой вообще то есть если е6 на белые рвутся ферзи тут c5 пешка труп а у черных две лишние связанные проходные по сути ну потенциально связанные проходные по сути ладья b3 поэтому была фиграно ну чтобы на e5 теперь нельзя взять из-за размера ладья b6 с шансами на ничью поэтому вот король пошел в центр ну и тут мне еще подземнули размен то есть если ладья ушла то слон e5 с победой да поэтому он побил на e3 ну и после храни 4 слон еще до 4 вернулся и пешка на e5 и тут он еще играл ходов 10 но я не это не имеет никакого отношения здесь уже наверное тут даже Каспарова можно выиграть легко да не то что Каспарова компьютер легко можно обыграть любой пущу да это уж совсем да здесь совсем просто ну b5 же просто ну просто пешку соедин да и потом пешки по сути что классная партия что пешечный что такой слоновый все все едино очень классная партия я думаю очень интересный у нас вот такой формат получился и мне очень интересно и думаю и зрителям то есть несмотря на то что ролик очень длинный сначала у нас идет теоретический экскурс такой в теорию этого варианта то есть у нас практически получается смесь дебютных лекций и классики ну да это одна из основных идей была ну что думаю тогда сейчас мы перейдем в другой партии а с этой мы заканчиваем да спасибо я заранее объявлю что в следующей партии это в общем-то она не очень интересно потому что я фиксировал спортивный результат ну с позиции силы должен сказать ну и в общем эта партия на мой взгляд достаточно неплохо обратиться к позиционной игры надеюсь что вам было интересно мы с Олегом старались как могли всем спасибо за внимание да всем пока пока